Тимофей, добрый день. На самом деле, сегодня на одном из участков мы находимся практически с самого утра, с момента его открытия. И сюда постоянно приходят люди, то есть местные жители, постоянно приходят придять участие в выборах президента Украины. Также вот сегодня же и мы, тоже члены нашей съемочной группы, проголосовали на этом же самом участке. В принципе, без никаких проблем мы пришли, нас оформили на участке, и мы смогли также проявить свое волеизъявление. То есть никаких проблем с организацией, и как мы сегодня убедились своими же глазами, на этом участке нет. Несмотря на то, что, в принципе, люди до этого, членов избирательной комиссии, довольно-таки побаивались начинать свою работу. Но поскольку считают свою работу достаточно важной, и чтобы дать возможность всем людям, всем желающим проголосовать, они сегодня вовремя и вполне организованно открыли избирательный участок. Открылись вовремя, и люди идут, идут и идут. Как-то сознательность проявляет наш народ. Идут постоянным потоком, вы сами можете это увидеть. Чем отличается голосование гражданских от бойцов Вооруженных сил Украины? Знаешь, по большому счету различий особых нет, но на самом деле военные голосуют отдельно. Для них созданы специальные участки, находятся они в расположении военных частей. Вот сегодня мы тоже видели, как ребята военные приезжают прямо с передовой. Для них голосование организовали в первую очередь для того, чтобы на линии соприкосновения постоянно находились вооруженные силы, для того, чтобы там постоянно дежурили бойцы. То есть сначала одни голосуют, возвращаются на позиции, сменяют своих побратимов и дают им также возможность проголосовать. Собственно, в целом на самих участках также происходит обычный избирательный процесс. Но единственное, что все члены избирательной комиссии являются военнослужащими. С самого утра большая активность. В принципе, это понятно, с чем связано. С утра, пока на линии фронта тишина, то в основном сейчас первые у нас идут голосовать, те, которые с передовой приехали. Все идет пока своим ходом. Ничего, пока казусов никаких нет, все нормально. Я проголосовала и хочу, конечно, улучшения. Может быть, когда-то закончится война. Потому что я сама сдам Донбасса и хотелось бы очень сильно, чтобы она закончилась. Я надеюсь, выбранный нами кандидат это сделает. Еще отмечу то, что в продолжении нескольких часов, пока идет голосование за президента Украины, на линии соприкосновения, в принципе, сейчас тишина. Мы сейчас не слышим различных звуков выстрелов, хотя находимся совсем недалеко от нее. И горожане все так же активно продолжают посещать избирательные участки. Тимофей. Спасибо, коллега. В прифронтовой Авдеевке, буквально на расстоянии нескольких десятков метров от боевых позиций, украинцы голосуют на выборах президента страны. А на юге Украины, в Херсонской области, за избирательным процессом следит корреспондентка ЮЭТВ Ольга Волынец. Добрый день, коллега. Сколько крымчан зарегистрировалось, чтобы проголосовать? Приветствую, Тимофей. Мы сейчас находимся в Калынчике. Это город, который находится вблизи оккупированной территории Крыма. Сюда чаще всего и приезжают крымчане голосовать. Мы пообщались с головой избирательной комиссии здесь, в Доме культуры. Это один из самых активных участков. Предлагаю послушать, что она нам рассказала о том, сколько крымчан голосуют и как. У нас зарегистрировано 58 выборцев из Автономной Республики Крым. По состоянию на сейчас проголосовало 33 выборца. Активность высокая, с утра было много людей, все хорошо. Крымчане приезжают сюда с семьями в большинстве своем, но также приезжают люди в одиночку. Большинство из них не говорят на камеру, но очень активно общаются лично. И все-таки мы смогли пообщаться с одной крымчанкой. Она согласилась нам рассказать, как им живется в Крыму и почему она приехала сюда. Предлагаю послушать. Как живется нам? Терпим, терпим. Притесняют очень. Когда по телевизору смотрю передачи, это ручьи слез. Все время в молитве провожу. Очень тяжело было смотреть, когда показывали, что Украина горит. Горит земля. Моральная подавленность у всех. Многие хотели тоже приехать проголосовать, но не смогли. Крымчане не на камеру говорят, что они хотят голосовать, что многие хотели бы приехать. Но все-таки из-за репрессий в Крыму, которые происходят и в последнее время особенно, они боятся за свою жизнь. Также они отмечают, что на границе их останавливают, по несколько раз переспрашивают, почему они сюда едут. Также утром мы посетили несколько участков в Херсоне. Там также голосуют крымчане. Группа крымских татар голосовала на одном из участков. Мы смогли с ними пообщаться. В частности, с заместителем председателя Меджилиса крымско-казарского народа Наримана Джеляла предлагаю послушать, что он нам рассказал. Я счел своим гражданским долгом воспользоваться своим правом отдать голос за кандидатов президента Украины и для этого преодолеть, в принципе, все те административные и иные политические препоны. Я хочу оказаться здесь, в Херсоне и получив право, как житель временно оккупированной территории, на голосование. Я вот на данный момент уже отдал свой голос за своего кандидата. Спасибо, коллега. Спасибо.